Все для ветеранов. Макеты вечного огня, письма, открытки дошколята сделали своими руками. Это их подарок тем, кто защищал нашу Родину от фашистских захватчиков, тем, кто принес великую победу. Вместе с детьми, с педагогами, делая эти поделки, мы им рассказываем, что такое война, когда это было, какие события. Мы должны говорить спасибо ветеранам за это мирное небо над нашей головой. Катюша – самая любимая песня участника Великой Отечественной войны Хамида Шафикова. Он был рулевым без стволовых систем полевой реактивной артиллерии. День Победы 45-го вспоминается слезами на глазах. Встречал он его в Берлине 9 мая. Смотрю, как кто-то один бежит, стреляет вверх без своих пистолетов. Он не кричит, Шафиков, что ты там захинелся? Война ведь кончилась. Подписали договор о капитуляции. И просто я посмотрел на него, так это же мой товарищ. Что он сказал? Я окончательно растерялся. И несколько минут, не приходя в сознание, побыл. А потом, погоди, ведь война кончилась. Вот я свои пистолетицы взял и тоже несколько выстрелов в воздух дал. Никто не забыт и ничто не забыто. В театрализованном шоу о начале и конце войны в исполнении молодых. История ожила в лицах ветеранов. Вечная память тем, кто сложил голову в жестоких боях на фронте. И вечная слава тем, кто приближал День Победы в тылу. Из Бугульминского района на фронт ушло около 15 тысяч человек. Почти каждый третий из них не вернулся с поля боя. 5 849 бойцов-бугульминцев за проявленное мужество и отвагу награждены боевыми орденами и медалями. Молодое поколение полнит знаменательную дату. Героизм дедов и прадедов вечно будет жить в их сердцах. Наши деды воевали, отдавали свою жизнь за то, чтобы мы в дальнейшем жили хорошо. В концертной программе воспоминания тех, кто не вернулся с войны, кто погиб от тяжелых ран на поле боя и в госпиталях. Так Бугульма встречает 69-ю весну Победы.